Почему электрика сделана по потолку, а не по полу? Сейчас вам расскажу 4 способа, как сделать черновую электрику на отлично. Все ли так работает? А теперь расскажу про объемы работ и материалы, которые здесь были использованы. Всем привет! Сегодня мы вам покажем, как мы делаем электрику в обычном панельном доме серии P3, когда хочется, чтобы было красиво, практично и надежно. Это трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров на Ленинском проспекте. Все работы выполнял наш эксперт Константин Дмитриев. На все про все у нас ушло ровно три недели. Начнем мы с вопроса, почему электрика сделана по потолку, а не по полу. Конкретно в этом случае у заказчика было пожелание максимально сохранить высоту потолков, сделать шумоизоляцию пола, а также были повышенные требования черновой электрики. И если бы мы с вами вот этот весь пучок проводов уложили бы по полу, то уровень всей стяжки поднялся бы еще на 4 сантиметра, а это уже было бы совсем критично, поэтому электрику сделали всю по потолку серой ПВХ-гофре. А сейчас вам расскажу четыре способа, как сделать черновую электрику на отлично. Первое – это только вертикальные штробы. Вот вы можете видеть, у вас есть подрозетник, есть штроба, в ней проложен кабель, строго над подрозетниками, строго вертикально, и даже если вы потеряли исполнительную схему, вам нужно повесить картину, вы точно знаете, что над подрозетниками сверлить, долбить не нужно. Второе – кабель мы прокладываем по потолку в серой ПВХ-гофре, никакой цветной гофры, никакой ПМД-гофры, а именно серая ПВХ, она является негорючая. В штробе уже можно прокладывать кабель без гофры. Третье – это никаких распаечных коробок на потолке. Очень много любителей сделать распайки на потолке, особенно когда потолок из гипсокартона. По-правильному все распаечные коробки должны быть сделаны в подрозетниках, и у вас всегда есть к ним доступ. Четвертое – это проверка работоспособности всей собранной системы. После того, как вы проложили все кабеля, после того, как вы смонтировали щит и установили все автоматы, вы устанавливаете временные выключатели и розетки. Вот так это выглядит, самый дешевый выключатель, и при помощи него вы можете смотреть, все ли так работает. Также вот установлены в каждом помещении самые дешевые розетки, при помощи которых мы проверяем работоспособность всей электрической системы. А теперь расскажу про объемы работ и материалы, которые здесь были использованы. Штрабы – 102 погонных метра. Смонтировано 95 подрозетников. Уложено 1290 метров кабеля. Гофры уложено 860 метров. 2300 клипс ушло на весь потолок. Для электромонтажа мы используем круглый кабель ВВГ-НГ-ЛС производителя «Конкорд». Сечение 3х1,5 на освещение, 3х2,5 на розетки. 3х4 и 3х6 мы используем для варочной панели и проточного водонагревателя. Гофра у нас идет 20-го диаметра производителя «ДКС», а также клипсы аналогичного производителя. Из них гофра не выпадает и хорошо держится на потолке. Взглянем на щиток поближе. Это накладной электрический щит на 72 модуля. Накладной, потому что стена бетонная, и сделать его встроенным, не нарушая несущую способность стены, невозможно. Теперь по начинке. Это вводной автомат, вводное УЗО, реле напряжения. Оно показывает актуальное значение напряжения в сети, и в случае, если напряжение выйдет за допустимые значения, отключат всю систему. Это у нас кросс-модуль, контактор. Необходим, если вы хотите у себя установить мастер-выключатель, который позволяет одним нажатием выключить свет во всей квартире перед вашим уходом. Установлено 27 обычных автоматов и 9 дифференциальных автоматов. Возможно, вы спросите, а есть ли смысл так заморачиваться? Позволю себе процитировать одного эксперта, который говорит так. Красота порождает дисциплину, дисциплина порождает качество. Нельзя сделать работу красиво, но некачественно. Напомню, что инженерные коммуникации относятся к скрытым работам, и переделка которых стоит больших усилий и финансовых затрат. А теперь самое интересное – стоимость работ и материалов. Материалы обошлись нашему заказчику в 157 тысяч рублей, а стоимость всех работ вышла в 240 тысяч рублей. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях к этому видео или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному ролику. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!